Это Краснодар. Сегодня вы смотрите дневной выпуск новостей в студии Кристины Сорокина. Здравствуйте. О последних событиях к этому часу расскажем прямо сейчас, а теперь коротко о главном. Ребячий смех вернулся в эти стены. Детские сады открываются. Сколько дошкольных учреждений уже смогли разгрузить будни молодых родителей? Город голосует. Краснодарцы продолжают делать выбор о поправках в основной закон страны. Расскажем, как это было в минувшие выходные. Музеем «Зеленый свет». Краснодарцы снова могут увидеть оригиналы художественных шедевров, а не репродукции в интернете, но с некоторыми ограничениями. О культурных нововведениях расскажем в выпуске. Неделя нас ждет жаркая, но короткая. Жители Краснодара, как и всей страны, проработают всего два дня, а потом уйдут на выходной. В среду состоится всероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Этот день объявлен нерабочим. На данный момент в Краснодарском крае проголосовали более 35% от всего населения. Это чуть больше полутора миллионов человек. Несмотря на то, что голосование началось еще 25 июня, поставить галочку в бюллетене успели пока еще не все. В институции успели проголосовать? Еще нет. А почему? Потому что у меня нога больная, вот я с кашлями, я буду по первого числа. Я человек консервативный, я найду участочек свой и по старой привычке проголосую, положу бюллетень. Для нас это уже вторая неделя, когда среда – дополнительный выходной. 24 июня во многих городах России прошел юбилейный парад Победы. Его, напомним, перенесли с 9 мая. Жители Кубани такой короткой недели, конечно, рады. Ведь это очередная возможность поехать за город или отдохнуть дома с семьей. И, конечно, проголосовать. Все выходные в крае работали избирательные участки. Как проходило голосование, например, в Центральном округе, мы расскажем в следующем сюжете. Татьяна Николаевна сама прийти в пункт «Голосование» не смогла. Но оставаться равнодушной, когда в стране решается судьба каждого жителя, не хотела. Подала заявку и вот на следующий же день на пороге представителей избирательной комиссии. Пара минут и голос по поправкам в Конституции отдан. В связи с состоянием здоровья, как бы, не хотелось бы, и жара такая, не хотелось бы на участок. Там все узнал, зарегистрировал, пригласил для голосования. К слову, всем, кто по состоянию здоровья не может посетить избирательные участки, на дому навещают специалисты. Вот и Валентин Павлович не собирался оставаться в стороне от вопроса по праву к главному документу страны. И хотя возраст не позволил ему отправиться на улицу, долг свой он исполнил. Валентин Павлович, ему 83 года, он не может дойти по жаре по такой. Поэтому пригласили, чтобы пришли к дому, к нам. А вы? Будете голосовать? А я буду голосовать на ТЭЦ. Я там прописана. Обойдя подопечных, специалисты отправились на участки для голосования. И хотя солнце палило нещадно, санитарные нормы соблюдались строго. Тем более, что здесь уже образовалась очередь. Нас тоже без защиты не пускают. И правильно. Тем более маски и перчатки в достаточном количестве есть на каждом участке. Голосование идет полным ходом. Возможность отдать свой голос есть у каждого из вас. Анастасия Падалко, Андрей Токмаков, Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар». И в продолжении темы. Для того, чтобы избежать большого скопления людей, избирательные участки будут работать в течение недели, до 1 июля. Так что можно выбрать не только удобное время, но и день. Это наша конституция. За нее обязательно нужно проголосовать. Потому что мы создаем будущее для себя, будущее для своих детей, для своей страны. Это, на мой взгляд, не просто гражданская обязанность. Это, прежде всего, наше неотъемлемое право. Историческое право, которым просто необходимо воспользоваться. Кстати, голосуют не только в России, но и за рубежом. Участки для голосования открыты в более чем 140 странах. Теперь к актуальной городской повестке. Согласитесь, приятно наблюдать за тем, как Краснодар развивается. Как возводятся новые объекты, обновляются дороги. Кстати, о последних. За первую половину 2020 года в краевой столице привели в порядок уже 220 километров дорог и прилегающих к ним территорий. А проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и вовсе завершат через две недели в полном объеме. Об этом стало известно на городской планерке, которую традиционно провел мэр Краснодара. Среди поднятых вопросов строительства транспортно-пересадочного узла на месте бывшего скобяного рынка для реализации схемы необходим земельный участок площадью 10 тысяч квадратных метров. Эту территорию можно получить посредством изъятия в муниципальную собственность и сноса существующих капитальных строений. Это исключается 100%. Они стоят на законных обстановлениях, они выполняли в свое время все требования, которые администрация им выставляла. И выглядят они достойно и действительно пусть занимаются предпринимательской деятельностью. Не будем пока торопиться и делать какие-то выводы. Завершим непосредственно снос всех намеченных построек. После этого еще раз уже на месте, еще раз будем внимательным образом смотреть, рассчитывать, делать соответствующие предложения, широко обсуждать этот вопрос. На заседании обсудили и ход строительства трамвайной линии на улице Московской. О том, когда по новеньким рельсам начнут колесить вагоны и еще о многом другом, расскажем в вечернем выпуске новостей в 19 часов. И в трамваях, и в кабинетах генеральный план Краснодара обсуждают не только жители, но и специалисты. Документ уже разработан и вынесен на суд общественности. Сегодня состоится очередной диалог о важности такого планирования для города-миллионника. Проведут встречу онлайн петербургские разработчики. Они представят свои идеи совершенствования городской инфраструктуры. Обсудят проблемы перенаселенности некоторых районов, расширения и строительства дорог. Особое внимание уделят новым территориям. Каждый желающий может увидеть трансляцию заседания в социальных сетях администрации и нашей телекомпании. Вопрос, который сегодня тоже обсуждали на городской планерке, волнует практически каждого молодого родителя Краснодара. Открылись ли детские сады? Официально – да, но не все. Сегодня утром 23 детсада Краснодара приняли 360 воспитанников. Количество открытых дошкольных учреждений постепенно увеличится до 59. Но после того, как во многих из них завершатся ремонтно-профилактические работы и будут выполнены требования Роспотребнадзора. Группы оснастят рециркуляторами воздуха с ультрафиолетовыми лампами. Ответственность за соблюдение рекомендаций несут заведующие образовательных учреждений. Даты открытия родителям сообщат дополнительно. Информацию об этом руководители разместят на сайте детского дошкольного учреждения и в родительских чатах. Еще одна информация к вниманию родителей. Строительство школы на улице имени Марины Цветаевой вступает в завершающую стадию. Сейчас учебное учреждение готово уже на 65%. К концу года подрядчик обещает ввести объект в эксплуатацию. Школа, рассчитанная на 1100 мест, строится по региональному проекту «Жилье». Сейчас в здании штукатурят стены, заливают полы и укладывают теплоизоляцию. Монтируют перегородки и прокладывают инженерные сети. В трехэтажном корпусе будут два отдельных блока для старшеклассников и для начальных классов. Во дворе оборудуют спортивные детские площадки. Глава города Евгений Первышев потребовал от подрядчика ускорить темпы строительства школы. Объекты мы рассчитывали, что сдадим гораздо раньше, но с учетом того, что предыдущий подрядчик у нас отказался от выполнения работы, мы провели новые конкурсные процедуры. Все здесь необходимо оперативно делать и погода позволяет пока такой хороший летний период. Нам необходимо, конечно же, школу сдать в этом году, как и обещали. Рядом с этой школой появится и новый детский сад. Участок под него огорожен. Проект уже прошел госэкспертизу. Ранее Евгений Первышев побывал на строительстве школы в поселке Российском. Там из-за проблем с поставками материалов произошло отставание от графика. Работы теперь также будут идти в усиленном темпе и под личным контролем главы города. За несколько месяцев карантина мы все очень изголодались по духовной пище. Пора отправиться в музей. Они уже распахнули свои двери. Однако и среди экспозиций нужно соблюдать строгие санитарные нормы. На входе вам измерят температуру и попросят предъявить средства индивидуальной защиты. Сами музейные работники в новой реальности соблюдают социальную дистанцию и носят маски. Помещение выставочных залов регулярно дезинфицируется. Кстати, гулять среди экспонатов можно не больше часа. Но, кажется, именно этого времени достаточно, чтобы насладиться. Искусством и остыть после палящего солнца кубанской столицы. К этому часу все. Смотрите наши прямые эфиры и следите за жизнью города на сайте tvcrasnodar.ru. Не забудьте подписаться на наши информационные аккаунты в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и увидимся на Главном городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова